Добрый вечер в столице России и Москве. 20 часов 6 минут. Это радио Финам ФМ. Частота 99,6. Как обычно по четвергам в это время в эфире программа Искусство Возможного и в студии Роман Бабаян. Безусловно, главным событием сегодняшнего дня является послание президента России Владимира Путина федеральному собранию. Но говорить сегодня мы будем о другом. Говорить мы будем о ситуации на Украине. То есть мы будем обсуждать тему, которая так или иначе волнует, я думаю, каждого, кто живет в России. И тем более, что события там разворачиваются достаточно давно и интересно. Все, кто так или иначе анализирует ситуацию на Украине, сходятся во мнении, по крайней мере, очень многие, что через неделю акции протеста сойдут на нет. И сейчас идут разговоры о том, почему это может произойти и кто будет локомотивом этого процесса. Но не менее важным является обсуждение и того, какие выводы сделает украинская власть и украинская оппозиция. У кого будет больше ресурс доверия народа и какую политику будут вести власти Украины по отношению к России и к Евросоюзу. Кто в нынешнем политическом раскладе союзники России на Украине, какие выводы нужно сделать российской власти в связи с последними событиями на Украине. Вот об этом мы и будем говорить сегодня подробно с нашими гостями, которых я сейчас представлю, которые уже находятся в нашей студии. Это Юрий Бондаренко, директор фонда российско-польского диалога и согласия. Добрый вечер, Юрий. Добрый вечер. И Александр Рыклин, главный редактор интернет-издания «Ежедневный журнал». Александр, добрый вечер. Здравствуйте. Я сразу же назову номер телефона, по которому любой может позвонить в нашу студию и задать вопрос мне или моим гостям. Это 651099,6, код города Москвы 495. А также хочу запустить смс-голосование. И вопрос, я вот так вот пытался его сформулировать перед эфиром. Давайте посоветуемся. Вопрос хочу сформулировать следующим образом. Как вы считаете, закончилась ли битва за Украину между Россией и Евросоюзом, или, скажем так, между Россией и Западом, победой России на данный момент? Или же все еще только впереди? Если вы считаете, что битва закончена и Украина начнет стремиться на максимальное сближение с Россией, политическое и экономическое, то нужно отправить букву А на короткий номер 5533. Если вы считаете, что еще все интересное впереди и все только начинается, и что, может быть, Запад проиграл только именно это сражение, а на самом деле оно будет одной из многих сражений, и если вы считаете, что Украина все-таки пойдет в сторону Запада рано или поздно, то отправьте букву Б на тот же самый короткий номер 5533. Александр, ну с вас начну. Вот смотрите, есть такое мнение, что оппозиция на Майдане поняла, что у нее нет ресурса для смещения правительства. Отставки не произошло. То есть и президент Янукович достаточно спокойно себя чувствует и ведет достаточно интересно. Там несколько дней в Китае находился, в то время как у него непосредственно в стране разворачивались интересные события. Отставки правительства не произошло, Верховная Рада не проголосовала за это. И, собственно, власть удержалась, и таким образом это дает ей возможность проводить жизнь своей решения. Конечно, власть будет там действовать как-то сейчас осторожно, но, тем не менее, это будут решения власти и решения, которые она будет принимать самостоятельно, а не под давлением людей на Майдане. Вот как вам такое мнение? Ну, я его не разделяю. Мне кажется, что мы, собственно, сегодня являемся свидетелями той ситуации, которая возникала много где в мире, когда, ну, назовем это Майдан, неважно, да, бархатная революция, как угодно, становится особым политическим субъектом внутри политического пространства, и украинский Майдан уже много раз доказывал, что не считаться с ним, игнорировать его мнение, невозможно. И Янукович это прекрасно понимает. Именно поэтому... Он уже один раз пострадал от этого самого Майдана, да? Ну, во-первых, конечно, инерция того 2004 года, она продолжает как-то давить на эту ситуацию. И мы видели, собственно, какова была реакция на ночной разгон, что сразу вышло сотни тысяч человек. Мы же видели всю эту картинку, да, сотни тысяч человек вышло. Нет, я не думаю, что там все рассосется таким образом, как, собственно, вы, Варома написали. Мне кажется, что Янукович вынужден будет принять какие-то условия Майдана, если он хочет тянуть эту ситуацию дальше. Но Майдан, по-моему, выдвигает одно единственное условие. Ну, дальше, возможно, значит, вы имеете в виду отставку Азарова. Ну, отставка. Не, но это внутриполитически. Глобальная цель у них одна. По крайней мере, они ее декларируют. Идем в сторону Запада. Ну, это цивилизационный выбор. Потому что даже, понимаете, сегодня, когда все начинают говорить про то, что там с экономикой, экономические проблемы, они действительно вполне драматичные. На Украине и у них очень тяжело с экономикой. Это правда там. Я не знаю, дефолт, не дефолт, но, в общем, в ближайшие три месяца... С этим никто не спорит, даже представители оппозиции. Совершенно верно. Три месяца тяжелейшие предстоят Януковичу. Но проблема уже сейчас не в этом. Проблема в том, что этот выбор стал гораздо шире. И ситуация гораздо драматичнее. И, на самом деле, конечно, сегодня Украина выбирает не то, кто и даст эти 20 миллиардов долларов России и Европы. Сегодня Украина выбирает, вообще, каким путем дальше она пойдет, в какой стране будут жить ее дети, в какие школы они будут ходить, чему они будут дальше уйти. Вообще, как это все будет, какая страна у них... Какую они собираются строить страну. Вот об этом речь. И символично же было, конечно, разрушение памятника Ленину. Это же понятно. Вы думаете, что это символично? Абсолютно символично. Мне кажется, они немножко опоздали. Они, конечно, опоздали. Лет на 20 вот так вот. Символика в том, что они не хотят в Совок обратно. Вот же в чем речь. На здоровье. А где Совок? Совок России в их понимании, конечно. Интересно. В их понимании и представлении Совок России, конечно. А вот скажите мне, вот они, вы говорите, да, что там всего три месяца тяжелой жизни. Вы уверены в том, что всего три месяца тяжелой жизни? Нет, я сказал, что в течение трех месяцев, может, она совсем ухудшится. Совсем ухудшится. Они это понимают? Ну, кто? Правительство понимает, конечно. А люди? Люди это понимают. Вот, понимаете, сейчас это такая ситуация, когда в ситуациях кризиса правительство должно обладать довольно большим ресурсом доверия. Вот тогда оно, любое правительство, а тогда оно способно вытаскивать страну из кризиса и объяснять свое имя. Правительство, которое не обладает таким ресурсом, оно вообще не может решить никаких проблем. В принципе, не может. Потому что, если нет доверия в ситуации кризисной, ну, тогда происходят те события, которые, собственно, мы наблюдаем. Вы знаете, какой вопрос меня волнует? Вот все это время, что разворачиваются события на Украине. Я хочу понять. Вот если у нас есть спорный вопрос, я имею в виду в стране, да, там, к примеру, есть какой-то спорный вопрос. И от решения этого вопроса зависит цивилизационный выбор. То есть мы хотим понять, в какую сторону нам идти. Вот как вы говорите, допустим, совок, то есть в сторону России. Или же мы хотим идти там в сторону сумасшедшего, прекрасного Запада. То почему бы вот этот самый вопрос властям Украины не вынести на референдум? Вы мне можете объяснить? Вот в чем загадка? Почему не сделать этого? Потому что вот разнятся абсолютно показания. Одни говорят, что всего там навсего 10, максимум 20% людей, которые действительно являются сторонниками там проевропейского, да, вот этого движения Украины. То есть представители западных каких-то украинских областей и подавляющее большинство восточной области Украины, которые вообще не хотят ни в сторону никакого Запада идти, ни наоборот, только мечтают о том, чтобы максимально сблизиться с Россией. Но при этом, при этом никто почему-то не дает возможность людям самим высказаться. Почему? Вы знаете, если мы говорим конкретно об Украине, ведь ситуация какова? Дело в том, что на протяжении всего последнего года именно эти же власти, мы говорим сегодня о правительстве Януковича, рассказывали всей Украине, как важна для страны евроинтеграция. Из каждого прибора, там, я не знаю, из утюгов, из обогревателей, лились слова о том, как прекрасно нам будет в Европе. Вот же, что на самом деле явилось причиной того, что сейчас происходит. И в неделю вдруг людей начали разворачивать. Вдруг люди начали говорить, нет, слушайте, мы в Европу не пойдем. Что-то там как-то все не очень хорошо. Денег нам не дадут, а вот тут вот сейчас пройдет Путин, нам дадут денег, нам нужны другие цены на газ. Что у нас, зря что-то Тимошенко сидит. Нам нужны другие цены на газ, нам нужны кредиты, нам нужно много чего. Европа нам этого не дает, что правда, кстати. Ну, не дает, не дает, потому что нет у Европы. Они бы дали, но у них нет. У них есть, конечно, но она не дает. У России нету, но она дает. Вот я бы так. Ну, хорошо. Юрий, а как вы считаете, вот события на Майдане, они могут каким-то образом помешать там сближению России с Украиной? Потому что люди, которые стоят на Майдане, по крайней мере, там очень многие украинские политологи говорят, что Майдан, он не имеет ничего общего там с антироссийской какой-то линией. На самом деле мы одинаково там уважительно и с любовью относимся и к Западу, и к России. Но вот просто вот мы хотим, мы стоим на Майдане, потому что именно вот та же самая власть нам обещала вчера одно, сегодня сделала другое, а мы не можем себе позволить так с нами обращаться. Вы знаете, я полностью согласен с Александром, что на протяжении нескольких месяцев шла европропаганда на Украине. Я сам был свидетелем, был в Ялте, включал все каналы телевизионного такого накала антироссийской пропаганды. Именно антироссийской? Антироссийской. В Крыму? Нет, ну это каналы телевизионные, не местные федеральные, каналы украинские, и ратующих за евроинтеграцию, ну трудно себе представить. И действительно, неожиданно остановил на полном ходу машину Янукович, и вместе с ним должны все перестроить свое мышление. Вообще, все происходящее на Майдане, я бы не рассматривал аж так серьезно. Аж так серьезно, это никакой не цивилизационный выбор, это никакое не движение, это продолжение, то есть в более широком формате заседания Верховной Рады. Своебразная версия. Я своими глазами видел украинское телевидение, не знаю, показывали у нас или нет, будущее в Ялте, что он сказал, кто против евровыбора, депутаты разных уровней, встаньте, вот дверь. Это кто сказал Янукович? Я своими глазами это видел, заседание было, как сказали бы, это закрытое, вот его показали. Их оппоненты, Януковичи оппоненты, они тоже за евровыбор, между ними разницы нет никакой. Только Янукович, поскольку он уже находится у власти, в отличие от своих оппонентов, он хотел чуть-чуть больше получить, чем, мягко говоря, чем 600 миллионов евро, пообещанных ему, да еще не впрямую. Там еще звучали цифры там в полтора миллиарда, что-то такое. Это все, это все, это все, это не прямые вливания, все это в случае, если вот это, 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 ну естественно, оппоненты России, Евросоюз, Америка, им ближе те, кто захочет за 600 миллионов. Ну это понятно. Страну сдать, чем вступать в торг. Сдать страну, вот вы сказали сдать страну. Безусловно. То есть вы считаете, что они сдают таким образом страну? Конечно. И одни, и вторые. И одни, и вторые. Там, с моей точки зрения, в руководстве Украины все мазепы. Там не мазеп, нет. Они зачищены все. Зачищены там Игорь Марков, там еще несколько людей. Их нет. Их или физически убили, как бывшего губернатора Харьковской области, или не допускают до власти. Все очень железно, четко держится. Там ни пророссийских властей нет. И еще одно обратил бы внимание на то, что что-то как-то ни оппоненты, ни власть не торопится Юлю освобождать. И такое даже уже требование как-то оно так растворилось между делом. Ну ушло точно куда-то там. Да, ушло, ушло, ушло где-то. Куда-то туда, на третий, на четвертый план. Это очень любопытно. А ведь именно Тимошенко заключила столь выгодной России газовый контракт. И как-то и европейские партнеры, и оппозиции, а уж кого там только нет, я надеюсь, дальше будет возможность сказать об этом. Я вам такое расскажу, что вы даже не догадываетесь. Вот. И как-то они перестали даже упоминать ее имя. Среди возможных, даже уже в 15-м пунктам. Ну мне кажется, знаете почему, Юрий? Потому что когда они ставили этот вопрос во главу угла, на самом деле, да, это, как говорили многие эксперты, испугало господина Януковича. И он понимал, что если он сейчас ее выпустит, как ему предсказывали там политологи, что через небольшую паузу именно госпожа Тимошенко будет поставлена Западом на первую позицию на Украине. И уж она уж точно не лишит себя удовольствия ему отомстить. И, может быть, именно поэтому сейчас Запад и не говорит ничего об этом. И, собственно, вот они пытаются теперь с другой стороны немножечко зайти. Она единственный мужчина там вообще во власти и вообще на всей Украине. Других нету. Мы сейчас прервемся, вернемся в эту студию через несколько минут и продолжим наш интересный разговор. Еще раз добрый вечер. Это радиофенам.фм. Частота 99,6 в эфире Искусство возможного в студии Роман Бубаян. И сегодня я и мои гости, я их сейчас представлю, это Юрий Бондаренко, директор фонда Центра российско-польского диалога и согласия. И Александр Рыклин, главный редактор интернет-издания «Ежедневный журнал». Говорим о ситуации на Украине, пытаемся понять, что там происходит и чем все это может закончиться. Телефон, по которому можно позвонить в нашу студию 6510-99,6, код города Москвы 495. А также у нас запущено смс-голосование. Вопрос сформулирован следующим образом. Если вы считаете, что Россию сейчас на данный момент можно считать победительницей в таком сражении с Западом за Украину, то надо отправить букву А на короткий номер 5533. Если вы считаете, что все интересное еще впереди и все только начинается, то букву Б на тот же самый короткий номер 5533. У нас есть звонок слушателей. Сергей, добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, ну, собственно, мне вот понравилась тут некоторая аналитика, и действительно, я считаю, что украинская элита на данный момент выбирает, действительно, кто больше заплатит. Потому что Украина, как известно, разделена на две части. Одна западная, другая восточная. Получить хотят все, сказал Юрий, да. И западная часть, и восточная часть, да. Нет, но стратегически это сейчас выигрыш, потому что Евросоюз не получил рынок сбыта, как они хотели. Вот, ну, с другой стороны, мне кажется, надо, чтобы все-таки народ Украины как-то сам выбрал и определился. Потому что слишком много им предлагают в рамках таможенного союза. Так нельзя. Хорошие вещи надо заслужить. А то им и льготы, и какие-то там преференции, интеграции и прочее. Ну, и за что? Чтобы они на Майдане кричали, какая им плохая Россия. С того. Кто не скачет, тот москаль, да? Да, да, да. Поэтому есть вещи. То есть понятно, что, да, там геополитика, это я. Но, в принципе, если бы они ассоциировались, ничего плохого бы не случилось. Через два-три года голодные и холодные, они бы умоляли бы взять их в таможенный союз. И, не знаю, мы бы еще могли бы подумать вообще, на каких условиях. Поэтому ничего. Да, 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 Сергей, все понял. Вот за это они нас не очень не любят, потому что мы все время убеждены и свято верим в том, что кто-то к нам придет. Но вы знаете, какая интересная история. Вот смотрите, мы все время говорим о том, что, допустим, вот те же страны Прибалтики, которые так же, как и Украина, были в составе Советского Союза. Вы очень правильно сейчас заметили. Существуют отдельно уже много лет. Мы знаем, что живут они не очень, вроде бы как, но при этом они почему-то к нам не приходят и не просятся. Вы понимаете, в чем дело, да? Просятся. Только по-другому. У них теперь за счастье продать что-то в Россию. Вы же, почитайте, вот был недавно скандал, по-моему, в Литве. В России оказалось, что продукция, которая идет на экспорт в Россию, лучше качеством, чем на рынок. Они приглашают нашего министра сельского хозяйства, я сейчас на память не помню, чтобы проинспектировать. Ну и чем Украина-то хуже? Пусть они тоже постараются. Ну а как еще? Так что такая Прибалтика, она лучше. Нам деиндустриализированная Прибалтика не нужна. Но если они какие-то хорошие вещи готовы нам предложить, ну пускай постараются и продадут. Вполне нормальная ситуация. Все понял, да, позиции с нас. Спасибо, Сергей. Да, Юрий, пожалуйста. Вы знаете, я только дополню несколько фраз. Никогда не придут, потому что они ходить уже не смогут, они приползут. Да что ж такое. У меня никаких сомнений в этом нет. Александр не согласен. Да. А вот скажите мне, друзья. Вы знаете, а что касается Прибалтики? Что касается Прибалтики? Ну, во-первых, Прибалтика стала членом Евросоюза. При том, что там значительно не вырос уровень жизни. Сейчас Прибалтика, которая для нас была витриной, Запад в советское время. Сейчас уровень жизни, доход на душу населения сравнялся с Россией. И это при том, что огромные деньги туда были вложены Евросоюзом в развитие инфраструктуры, дорог и так далее. И при том, что, почитай, треть молодежи работает в Ирландии, на Кипре, где угодно. В Великобритании практически вся. И при всем при этом уровень жизни с Россией выровнялся. А Украину никто не собирается брать в Евросоюз. Ей никто ничего не даст. Сколько бы они себя не изображали богатую невесту, невеста она никакая. Вот, поэтому приползут, никуда не вернутся. Может быть, она просто красивая. Тоже вариант. Красивая. Да, ну, друзья, если серьезно, как вы считаете, чего больше вообще в этом вопросе? Экономики или политики, Александр? Как вы думаете? Ну, мне кажется, это сложно разделять. Это сложно разделять. Разумеется, никто никогда к России больше не приползет. Про это надо забыть с имперскими надеждами. Все-таки, да? Расстаться раз и навсегда. Тем счастливее будет наша страна, если она уже расстанется с имперскими. Никакого собирания земель русских больше не получится. Просто нужно это понять и забыть про это. И счастливо жить с соседями, с друзьями и торговать совершенно правильно. Одно другому не мешает. Да, совершенно верно. Но никакой империи больше не будет. Никогда на этом пространстве. Просто в ближайшем как-то среднесрочной перспективе. Про это надо забыть. Никто к нам не приползет. И Украина к нам, конечно, не приползет. Генрюкович проступит очень просто. Он сейчас очевидным образом разыграет эту российскую карту. Разыгрывает уже, мы это видим, да. Он, скорее всего, возьмет деньги у Путина, если тот по глупости ему даст. В таком количестве? Ну, сколько-то даст. Столько не даст, сколько-то даст. Я думаю, десятку. Шувалов сказал, что дадим деньги только если получим заверение о вхождении в таможенный союз. Прямым текстом сказал Шувалов. И правильно сделал, что сказал. Ну, наверное, правильно. Конечно, да. Да, но теперь вопрос о вхождении Украины в таможенный союз пока не идет. И про это ничего не слышим. Ни одного заявления Янукович не сделал. И я вас уверяю. Но это ничего не значит. Вы же только что сами охарактеризовали господина Януковича. Вы говорили, что он уговаривал всю страну за Евросоюз, полетел в Вильнюс и отыграл назад. Я вас уверяю. Что он говорит про таможенный, а завтра проснемся, они уже здесь. И вот вам здрасте. У него в пятнадцатом году выборы. За год до выборов вот он сейчас получит деньги. Он развернет страну опять в Европу. И они присоединятся к этому договору. Слушайте, ну вот смотрите, какая интересная история. Объясните мне, пожалуйста. Мы же знаем их как облупленных. Мы же понимаем, что в данный момент пытаются усидеть на двух стульях. Смотрят, кто даст больше, где какая выгода. Делают поправку на то, что у него там в следующем году или когда там у него выборы. И так, ну неважно. Мы же это все прекрасно понимаем. Главное внешнеполитическая доктрина сегодняшней власти. Мы собираем земли. Так можно же делать это все по-другому. По-другому мы не умеем. Ну вот, например. Ну вот, например. Смотрите, эксперты говорят. Почему бы нам сейчас не вести жесткий таможенный контроль в районе Гоптевки, Нехотеевки. Там вот этот КПП, да, между Белгородской и Харьковской областями, где стояли эти фуры. И объяснить мы это можем тем, что, ну так как вы продолжаете переговоры с Евросоюзом об ассоциации, да, то мы готовимся к тому, как завтра будет работать этот контрольный пропускной пункт. Плюс к этому, Александр. Почему бы нам не провести широкомасштабные учения, допустим, Черноморского флота. Это наш флот, хотим, учимся, когда хотим, да. И параллельно с этим, параллельно, почему бы не поднять вопрос, допустим, о пересмотре большого договора. Или же хотя бы крымскую карту разыграть. У нас есть для этого даже юридические основания. Вы посмотрите, парламент Крыма уже обращался к президенту Путину и к России ввести туда войска. Парламент Крыма оказать, защитить русскоязычное население. Парламент Крыма уже там обращался к России с просьбой каким-то образом, значит, пересмотреть все эти условия передачи по острову там Украине. Мы можем использовать же эти моменты. Почему мы не используем? А все говорим про какие-то деньги, дадим, не дадим. Правильно, потому что у нас нет такого ресурса. В тот момент, когда мы закроем границу на востоке с Украиной, мы потеряем тут же и Донецк, и Луганск. Все эти люди сразу скажут, что все, хватит уже этих глупостей. И сейчас уже были в Донецке митинги. Действительно, пропаганда была очень мощная в поддержку вот этого евроистории. И даже уже сейчас были в Донецке митинги за евроинтеграцию. То есть, как только мы начинаем действовать жестко, мы бьем, в принципе, по своему электорату. Ну, естественно, конечно. То же самое, как с той же Прибалтикой. Вы помните, с Латвией, да, экономические санкции пытались ввести для того, чтобы защитить русскоязычное население, а под раздачу попали все работники Бенспилского порта на 90% русские. Мы же начинаем бить жестко по тем границам, которые и так там, а Тернополю с Львовом все равно, знаете, им без разницы. А вот такой вариант, Юрий, а нельзя ли, допустим, каким-то образом попробовать для достижения собственных геополитических интересов разыграть карту мирного развода? Там сценарий Чехословакии. И Чехия прекрасная страна, и Словакия ничего. Я прокомментирую. Да, пожалуйста, и потом звонки наших слушателей, у нас много звонков. Я совершенно не согласен, абсолютно не согласен. Я не знаю, на каком основании мой оппонент считает себя намного умнее наших властей президента. Из-за президента говорит, что он делает, хотя Россия совершенно очевидно взяла паузу и не вмешивается. То, что вы призывали, это было бы так или иначе воспринято как вмешательство. Никоим образом не надо. Россия должна сидеть, как в китайской философии обезьяна, и ждать, пока труп проплывет. Проплывет мимо. И деньги не даем. Нет, и ни в коем случае давать не надо. Просто ждем и все, и не даем деньги. Я не понимаю, почему Александр уверен. Россия полгода поносила Украину, достаточно было включить любой государственный канал, чтобы увидеть дико антиукраинские программы. Не правда ли? Мы все это с вами наблюдали. На протяжении месяцев первый канал, второй канал, НТВ. А может быть, это наш ответ Чемберлену? Может быть, мы просто слышим, что происходит? Там было все антиукраинское. Все, что говорят в Киеве. Там было все антиукраинское. Александр, а может быть, мы просто слышим, что говорят в Киеве на той же самой площади? Тогда еще не было никакой площади. Ну, мы знаем позицию господина Тегнебока. Мы знаем... Яценюка, ну понятно. Да, Яценюка. Мы знаем и другие товарищи наших прекрасных. Это была позиция Януковича. Мы оппонировали позиции Януковича, а не Яценюка. Ладно, друзья, давайте послушаем звонки. У нас слушатели на линии. Андрей, да, мы вас слушаем. Добрый вечер. Андрей, добрый вечер. Мы вас слушаем. Мы рассматриваем Украину... Алло. Да, 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 мы слушаем. Мы рассматриваем Украину как государство, которое... Я вот рассматриваю Украину все-таки как часть нашей страны. Империи, не империи. Понимаете, какая история? Вот так наши люди... Может быть, дело не в имперских амбициях, а именно потому, что мы просто не можем по-другому воспринимать эти территории. Мы не можем по-другому. И все смешное, что более половины тех людей, которые живет на Украине, живет в восточных, в центральных областях, да и в том же Закарпатии, люди, они не хотят такого государства, которое называется Украина. При Карпатии, Иван-Франковский область, да, естественно, там эти настроения очень сильные. Просто безумно сильные, понимаете? Но всем остальным простым людям, обычным, да, которые не все украинцы по национальности, они русские, армяне, грузины, евреи, кто угодно, татаро, им это государство не нужно. Это государство нужно только тысячи политических авантюристов, которые выкрестовались за все это время, которые сидят в Киеве, которые преследуют свои интересы чисто денежные. Да, коммерческие, да. Но он точно не хуже, чем он был в Литве, кажется, в начале 90-х, когда я был там последний раз, не знаю, сколько лет назад, да, и как бы уровень общего ощущения, ну вот как, человек может жить и ему быть довольным уровнем жизни, вот, и может жить и быть недовольным уровнем жизни. Вот у меня ощущение от литовцев, что они, в общем и целом, более довольны своим уровнем жизни, который примерно такой же, как в России, чем мы. А вот украинцы, которые примерно такой же уровень жизни, они скорее недовольны. И там очень много зачуханных, по моим ощущениям, это мое ощущение. Ну, ощущение, это ощущение, Юрий, да. Да, вот, у них очень много зачуханных людей от, вот, зачуханных, запуганных каких-то, да, вот, с одной стороны, с другой стороны, но все-таки с предыдущим товарищем я бы не согласился. Это не способно тысячи политических авантюристов просто так взять и сотни тысяч людей вывести на улицу. Ну, не способно. Если бы все так хотели в России, не было бы всего этого Евромайдана, ребята. Вы думаете, да? Вы думаете, да? Я не верю. Ладно, хорошо, спасибо, позиция ясна, да. И еще один звонок, Андрей, давно ждет уже наш слушатель. Андрей, добрый вечер, мы вас слушаем. Алло. Да, 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 да. Да, добрый вечер, Андрей. Здравствуйте. Меня вот все время забавляет, как либералы, знаете, вот, талдыщат, как мантру. Такой, значит, такой аксиому, казалось, ну, для них, что империя, время империи прошло, время в империю не возвращается. Александр, это камень башни. Это империя постоянно в истории либерала, ой, империя, они постоянно воспроизводятся в том или ином виде. Важнее, что это союз, к примеру. Это просто смешно. Мир устроен имперским образом, потому что есть сильные, крепкие центры всегда, есть всегда периферия. Периферия всегда будет тянуться к тем или иным центрам силы. А вот скажите, вы как воспринимаете Украину? Как какое-то самостоятельное, отдельное государство или же все-таки как часть наших земель? Украина, разумеется, она просто исторически растянута между двумя центрами силы. Собственно говоря, это мы сейчас и видим в различных проявлениях. Украина не может соединиться в одно государство, потому что, ну, по всем параметрам это два разных государства. Вот и все. Поэтому одна часть будет тянуться к одному имперскому центру силы, к Евросоюзу. А это империя, Евросоюз в чистом виде. Вот. Просто она мягкая империя, но извините, когда в Брюсселе вам назначают, что вам сеять, и какая у вас идеология. Ну да, единый штаб, да, совершенно верно. Там империя пожестче, чем в Советском Союзе. Это совсем не то, что когда в Москве-то назначают. Это разные вещи. Ну, нет, конечно. А у вас другая часть империи, которая считает себя частью русского... Огурец кривой не продадут. Она будет тянуться, разумеется, к Москве. Но другое дело, что я согласен в каком смысле с Рыклиным. Что, конечно, Москва должна быть более притягательной во всех планах. Понимаете? Правильно. Надо уметь тонко работать. А кто спорит? Но имперская политика, она из мира никуда не ушла. Да, я согласен. И другое дело, если вы не будете свою империю создавать, значит, вы будете частью другой империи. Только всего. Да, да, да. Я согласен, что мы должны быть притягательны. Но, вы знаете, если бы мы были бы притягательны, если бы мы были, допустим, богатые, успешные, мощные и сильные, я думаю, что этот вопрос вообще по повестке дня не стоял бы. Мы сейчас прервемся, Юрий, на рекламу. Вернемся в эту студию через несколько минут. И сразу же даю слово вам. Да. Искусство возможного с Романом Бабаяном. Еще раз добрый вечер. Это радио Финам ФМ. Частота 99,6 МГц. В эфире программа Искусство возможного в студии Роман Бабаян. И с нашими гостями это Александр Рыклин, главный редактор интернет-издания «Ежедневный журнал». И Юрий Бондаренко, директор фонда «Центр российско-польского диалога». И согласен, мы говорим о ситуации на Украине, пытаемся понять, спрогнозировать, чем все это может закончиться. Телефон, по которому вы можете позвонить в нашу студию. 65, 10, 99, 6. Вы можете задать любой вопрос мне или моим гостям. А также у нас запущено СМС-голосование. Вопрос я сформулировал следующим образом. Если вы считаете, что Россия вышла, по крайней мере, на данный момент из этого сражения с Западом за Украину победителем, и Украина начнет активно идти в сторону сближения именно с Россией, то пришлите букву А на короткий номер 5533. Если вы считаете, что все еще только начинается и все интересно еще впереди, то пришлите букву Б на тот же самый короткий номер 5533. Юрий, вот у меня такой вопрос. Вот смотрите, нам все время говорят имперские амбиции, мы сами говорим о том, что давайте подождем, Украина к нам или придет, или приползет. Давайте вести себя жестко. Но нас обвиняют каждый раз в том, что таким образом мы оказываем давление на Украину, на украинский народ. Я уже не говорю про украинское руководство. А вот знаете, какой вопрос хотел я вам задать? Я вот наблюдаю за тем, как ведут себя представители европейских государств и Соединенных Штатов. Саш, вот очень странная какая-то история. Когда мы пытаемся защитить собственные экономические интересы, да, и вводим какой-то усиленный таможенный контроль на границе, говорят, это давление. Когда мы говорим о том, что если вы пойдете на интеграцию с ЕС, то забудьте про таможенный союз, потому что сотрудничество будет невозможно, нам говорят про давление. Но при этом, но при этом, при этом, при этом, Александр, Юрий, при этом внутри в Киеве, на секундочку, на баррикадах, на митингах, которые на площади независимости выступают. И председатель парламента там одной европейской страны, и парламентарий другой европейской страны, и Брюссель, значит, присутствуют функционеры ЕС, они там то же самое, там в Киеве общаются с оппозицией, рассказывают о том, какие райские кущи они приготовили для великого украинского народа. Зам госсекретаря Соединенных Штатов приезжает на площадь независимости, раздает бутерброды, чай, кофе, и говорит, что ребята, мы в Америке, мы вот, мы за вас, мы там то, поляки, там, я даже не знаю, кого больше, на самом деле, на этом, на этой площади независимости, потому что, что такое? Ну, не обижайте украинцев, украинцев больше. Ну, хорошо, это не давление, Юрий? Это что такое? Абсолютно прямое вмешательство во внутренние дела. Во внутренние дела? Ну, почему так? Что это такое? Россия не позволяет тысячной доли этого, тысячной доли. Вы знаете, до перерыва мы говорили, что, как бы, мы своим примером должны показывать, так мы уже показываем. За 20 лет Белгород, приграничный с Украиной, так вырос, так изменился, что он был всегда в тени Харькова, что сейчас мечта на Украине, в землях приграничных, накопить денег, работая в Подмосковье где-то там кем-то, горничной, там, если она женщина, мужчина на стройке, и купить домик в Белгородской области. Это мейнстрим. То есть, настолько очевидна разница. Молодой человек говорил по телефону, примерно такой же уровень жизни. Какой такой? В три раза ниже, в три раза ниже. Там даже ниже, чем в Белоруссии. Зарплаты, пенсии. Все настолько очевидно для людей, что если такая ситуация осталась бы еще год-два, Украина повернулась бы в нашу сторону. Именно поэтому Янукович и вся эта правящая команда, они так и торопятся быстренько легализовать свои капиталы. Все на Западе, получить от них благословение. И гарантии собственной безопасности. И гарантии собственной безопасности. На тот случай, если вдруг, не переизберут. Поэтому все, все элиты украинские, то, что разыгрывается, это блеф. Это все это, это блеф. Для людей, для картинки, для какой-то цивилизационный выбор. Все это ерунда. Рано или поздно, как бы там ни было, хоть тысячи там будут этих самых госсекретарей, там поляков и кого угодно, хоть и там миллиард долларов туда сбросят, все равно финансировать их никто не будет. И они кончатся, люди увидят, что праздник кончился, хэппининг кончился, а жить надо дальше. Юрий, ответьте мне. И тогда они повернутся совсем в другую сторону. Ответьте мне на такой вопрос. Нам надо только не всовываться во все это. Зачем Западу Украина, я понимаю. Зачем Украине Запад, да? Вот вы только что говорили, украинским властям, да? Украинским властям это очевидно. Да, понятно, понятно. Зачем Западу нужна Украина? Вот поляки те же самые. Им что не имется, вы мне можете объяснить? Запад не монолитен. Ну, понимаете, ну, получить себе практически бесплатно рынок сбыта, ну, отчего же нет? А что, своего рынка не хватает? Ну, никогда, никогда много не бывает. Ну, подождите, пойдемте вот даже здесь. Одна страна или рынок сбыта? Одно из двух. Давайте зайдем в любой магазин, даже у нас здесь. Бывает. Те же самые европейские товары, они так и так получили этот рынок сбыта. Все членствуют в ВТО. Пожалуйста, вопрос, все ворота открыты, вперед называется. Вот и рынок сбыта. Зачем им это нужно? Мы говорим, вот, там, коллапс экономики, бедное население, там, то и другое, и так далее. И вдруг они себе на шею собираются повесить 50-миллионные нищие государства? Они собираются. Не собираются. Они не собираются. Для этого надо было бы их финансировать. Они не собираются. Они хотят получить все самое вкусное. В Польше что говорят на эту тему? Ну, в Польше весь политический класс, ну, практически весь политический класс, он потерял голову. Они побывали там, уже на Майдане, на Украине. Все. Ну, все. Все побывали. Причем оппозиция польская, это Кочинский, Кочинский, который вот не погиб братом, которые выступают, и такая мощная оппозиция польская, правая, так называемая, которая выступает евроскептиками у себя в стране. Здесь она евроэнтузиасты. Потом те поляки, ну, в Польше очень-очень остро стоит вопрос Волынский, Волынской резни. Когда бандеровцами, там, организациями украинских националистов было перерезано... Чьи флаги сейчас у нас висят на Майдане независимости и на постаменте от памятника Ленина. Они убили 100 тысяч поляков. И это было не преступление военное, это был именно геноцид. И сейчас они их поддерживают. Да. И сейчас они их поддерживают. Сейчас они стоят с ними вместе, с тегнебоком под этим флагом. Александр, что, мир сошел с ума? Нет. А что это? Мир не сошел с ума. Да, мир, как бы, мир движется в том направлении, в котором он, в общем, движется уже последние десятилетия. И как-то попытаться переломить этот тренд, это смешно просто. Почему? Переломим. Да ничего там не переломим. Вы никогда ни разу в жизни ничего не переломим. Александр, а то, что они вот так активно действуют внутри Украины, западные страны, это нормально? Так работают и демократии, так работают и... Это демократия так работает? Конечно. А когда мы, это не демократия. Нет, секундочку, секундочку, секундочку. Это так работает совок получается, да? Совершенно верно. Вы сами сформулируете. Совершенно верно. Класс. Класс. Плыть и плыть. Этот договор об ассоциации, он вообще никого ни к чему не обязывает. Ну и чего? Ну вступила бы в этот договор Украина. Да ради бога. А в чем противоречие? Так мы не против. Ничего подобного. Вот не надо морочить голову. Мы против. Было поставлено жесткое условие. Я против. Вы против. И Путин против. И Путин против. Мы с ним сошлись. Здорово. Было поставлено жесткое условие российским руководством. Либо то, либо это. А почему? А почему? Я вам хочу сказать. Вот еще до всякого Майдана. Это можно легко проверить. И все ваши радиослушатели могут проверить. После, разумеется, всей этой бешеной кампании. Все соцопросы показывали прямо следующие результаты. Вот до Майдана. Примерно 45% населения мы сказали за евроинтеграцию. И 24-25% против. Такой бы расклад. По всей Украине. Средняя сумма. Сегодня замерить. Я думаю, что больше уже будет за евроинтеграцию. Думаете? Думаю, да. Думаю, да. Это, опять же, тут работает ТПР. На Западе, да, на Востоке, нет. Уже сделали замеры. Уже есть замеры? Конечно. Ну, как обычно, Запад, да, Восток, нет. Естественно. Ну, Запад тоже, он какой-то странный. Я помню, вот со мной в армии ребят служили там из Мукачева. Так они вообще говорили на мадьярском языке. Это был мадьярский язык. Карпатия на разных языках. Карпатия другой совсем. Они говорят на разных языках. Какая-то странная история там. Закарпатия, это не Голица. Там еще Карпатская Русь. Самое тяжелое, на самом деле, во всей этой истории, что вообще, конечно, вот сегодняшняя политика Москвы в отношении Украины, в отношении действительно братских к нам людей. Слушайте, ну, у нас у всех там есть друзья, знакомые, мы все туда ездили всю свою жизнь. Ну, так что политика-то? Так вот, на самом деле, вот российская современная политика, конечно, отвращает украинцев от России. И сегодняшний Майдан, это тяжело признавать и тяжело это констатировать, он вообще, конечно, на большую свою часть антироссийский, именно в связи с тем, что мы заняли такую странную позицию. Хорошо, слушаем звонки. Магомед, добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте, Роман. Ну, хотел сказать одну такую вещь интересную, про которую почему-то, что по телевизору, что по радио, очень часто умалкивают. Да, Магомед, только у меня большая просьба, у нас осталось 7 минут до эфира, очень быстро, если можно. Я понял, очень быстро, очень коротко. В правительствах, в властных структурах, что Украина, что, например, теперь же при Балтике это выражено еще сильнее. Там, во всех бывших советских республиках, которые сейчас, не знаю, красивее податься ли в Европу, и где есть такие волнения, сидят люди, у которых и вообще нет гражданства этих стран. То есть они являются гражданами европейских стран, штатов и так далее, или люди, у которых двойное гражданство. То есть этим людям, на самом деле, глубоко наплевать. Понятно, в общем, они не стоят двумя, я понял, они не стоят двумя ногами у себя, собственно, в стране. Одна нога здесь, другая там. Они там просто грабят ресурсы и деньги. Они просто там грабят ресурсы и деньги, а сами живут... И пытаются еще учить всех жизни. Понятно, да? Валерий, спасибо, Магонет. Валерий, мы вас слушаем. Алло. Здравствуйте. Добрый вечер. Я слежу за событиями в Украине. Я, конечно, высказал коротко свою точку зрения. Почему такая, собственно, свара и буча вокруг Украины нужна? Она кому-то не нужна? Во-первых, начинается, собственно, подготовка плацдарма для дальнейшей установки сил в Европе. То есть то, что было завоевано Советским Союзом в результате Второй мировой войны, Европа себе благополучно возвращает. И как только Россия стала каким-никаким, но самостоятельным центром, проявившим волю к укреплению и к интеграции, мы могли бы, собственно, развиваться и сами, да, как-то. Но именно последние 2-3 года явной активности и успехи в интеграции с другими нашими республиками. Казахстан, Белоруссия, Армения. Тут же дала, так сказать, посыл Европе, Евросоюзу, что назревает Второй мировой центр. Да, да, да. Это для них прозвучало сигналом тревоги, да? Да. И если они этот пропустят, спокойно это дадут состояться этому процессу, то завтра они получат мощнейший самодостаточный рынок. Отсюда, собственно, и противостояние такое активное. Да, и действительно, их не скоро примут, даже если они что-то подпишут. Но оттащить от нас, чтобы вот разрывать эти связи по максимуму, чтобы затащить их в свое законодательство. А уж идея, типа, ну, так сказать, образ, так сказать, счастливой мечты, ну, если что, если мы одиннажды раз и не одиннажды обманулись, так сказать, и в семнадцатом году, и в девяностом, так сказать, в виде демократии и рынка, ну, можно и третий раз обмануться в виде красивой европейской жизни. Вот поэтому схватка такая. Но денег они, конечно, не хотят сильно тратить на Украину. Это обуза. Да у них нет этих денег. Если бы были, вы давно бы уже предложили в самом начале, мне кажется. Потому что было три волны. Все, не могу больше, простите, ради бога, у нас просто очень мало времени. Было три волны вступления в ЕС в свое время. Первая волна, вторая, третья. И каждый раз вот эти вот самые компенсационные, так называемые, выплаты, они все уменьшались, уменьшались, и Украине просто не повезло. Вот такой вот исторический момент, когда Евросоюз трещит по швам от этого экономического кризиса и пытается спасти хотя бы уже старых членов Евросоюза. Вспомним ситуацию с Грецией. У нас еще один звонок, Виталий. Добрый вечер. Очень коротко, пожалуйста. У нас три минуты, да. Алло, алло. Да-да-да, говорите, да. Ну, вы знаете, никакой демократии, конечно, нет на Западе. Просто хотят захватить ресурсы, захватить флаздарм. Это ж драка, это рыночная экономика, это олигархия. Сопротивляться мы должны этому процессу? Ну, конечно, бездарнейшая политика насчет Украины, понимаете? Это же антирусское выступление. Эти люди могли бы спокойно протестовать точно так же против Евросоюза, их только надо организовать. А есть тысячи, которым надо побузить. Понятно. То есть вы хотите сказать, что мы должны каким-то образом активизироваться, может быть, даже начать какую-то политическую историю внутри Украины, да? Конечно. А деньги платите Генуковичу надо, чтобы он, ну, вот как-то вот, я не знаю, не хочу произвести слово купить. Запустили информационная политика, русский язык, понимаете, культурные связи, надо информационно давить. Информационно давить, да. Там тысячи людей вышли бы спокойно за Россию, понимаете? Ну, что-то не выходит. Вот, понимаете, какая история. Так это организовать надо. Да-да-да, очень много, согласен, Виталий, очень многие эксперты говорят о том, что мы на протяжении 20 с лишним лет совершаем все время одну и ту же ошибку. Мы пытаемся работать с теми, кто у руля, то есть вначале мы работали с Кравчаковым, потом с Кучмой, который точно та же выходец из восточных областей, и мы думали, что он пророссийский настроен. Потом, значит, Янукович, который вроде бы как победил в четвертом году, но пошел на перевыборы и оказался Ющенко. Потом опять Янукович, а нужно работать с людьми, а не с теми, которые рулят сейчас Украиной. Спасибо, спасибо большое за ваше мнение. Юрий, очень коротко, у нас одна минута. Вы знаете, в самом начале мы сказали, что они там память к Ленину снесли. Вообще-то Ленин это организатор этого государственного проекта Украина. Это при нем, при большевиках, началась украинизация русского народа, и он был поделен на великороссов, малороссов и белорусов. Вот, поэтому то, что они делают, ну, я лично считаю, что это добрый знак для России, потому что, ну, коли нет того, кто разделил Россию на три части, то она быстрее соберется. Ну, вот украинцы расстаются со своими палачами. Но как-то они интересно расстаются. Ну, как могут, так и расстаются. Понимаете, вот обратили же, ведь все главное в деталях, да, и очень многие же обратили внимание, какой флаг был водружен вместо памятника Лени. И когда я там увидел, и когда я увидел там флаг, да, украинской, украинской повстанческой армии, ну, как-то вот, вот, ну, что-то вот, какой-то привкусил там есть, Саш, согласись. Абсолютно согласен. Спасибо, спасибо всем, друзья. Значит, что я хочу сказать, да, Юрий у нас оптимист, я, наверное, тоже оптимист. Я оптимист на сто процентов. Я оптимист на сто процентов. Мы все оптимисты. Украина будет в Европе, конечно. А Юрий считает, что Украина повернет в сторону России, я тоже думаю, что она рано или поздно повернется в сторону России. Так и Россия повернет в сторону Европы. С народом не поспоришь, и, господа, господа, результаты голосования, вы не поверите, сто процентов проголосовало за то, что игра еще не закончена. Все интересное, все интересное впереди, и поэтому расслабляться не надо. Спасибо еще раз всем, встречаемся через неделю в этой студии.